Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русских Иван, я вас приветствую на канале Иванова Наука. Очень многие садоводы-огородники за вот такой поздний осенний и зимний период ведут рациональное домашнее хозяйство, накапливая разнообразные, уже бесплатные ресурсы, это очень часто отходы, для того, чтобы использовать их в качестве удобрений. Одним из таких удобрений является яичная скорлупа. Будучи богатым источником кальция, хоть и очень небольшим по итоговому объему, однако рациональные огородники не выбрасывают скорлупу, накапливают ее, подсушивают, накапливают ее для последующего внесения в гряды, в лунки, а также для того, чтобы оставить ее в компосте. И в общем-то в этом нет ничего плохого, за исключением того, что цельная скорлупа, будучи помещенная в почву, является очень слабым, очень скудным источником кальция для растений, в силу того, что практически не растворяется в этот сезон, когда вы рассчитываете, что она поможет вам избавиться, например, от вершины гнили на томатах, или укрепить растения и сделать их более устойчивыми к болезням и вредителям. Кальций это умеет и может. Или там профилактику киллы сделать для капусты. Скорлупа здесь, если она только не перемолота в кофемолке, не является помощницей. Напротив, в наших реалиях последних лет скорлупа в таком виде может нам очень сильно навредить. С чем это связано? Когда бы вы не вносили скорлупу, будь то зимой, будь то летом, будь то в теплице разбрасывали в течение той же всей зимы эту скорлупу, надо помнить, что весной, как только начинает, так сказать, просыпаться жизнь, эта скорлупа становится излюбленным источником кальция не для растений, а для таких вредителей брюхоногих, как улитки и слизни. Особенно улитки, но также слизни являются весьма зависимыми по кальцию. И вот такие вот кусочки кальция в виде скорлупы, именно скорлупа яиц является для них очень и очень желательной. Надо помнить, что значительная часть слизней проводит большее количество времени, даже не столько на растениях, сколько в почве. И они способны даже закопанную скорлупу находить в почве и использовать ее в качестве источника кальция. А вы им эту скорлупу как на подносе приносите. Точно так же происходит, когда вы скорлупу, цельную скорлупу, забрасываете в компостные кучи, ящики и так далее. Это вообще их излюбленное место обитания. И там вы делаете и стол, и дом. Еще драматичнее и хуже ситуация весной и летом, когда слизни, осенью, когда слизни уже живенькие, уже ползают, уже в активном состоянии находятся. Внутренняя поверхность скорлупы содержит остатки белка, а также тонкую белковую пленочку, которая является излюбленной пищей, наряду с вашими любимыми растениями, будь то огородными или декоративными, но любимой пищей для этих опасных вредителей. Поэтому для того, чтобы не разводить слизни у себя на участке, пожалуйста, Ну вот раньше, да, но теперь слизни стали уже большой проблемой. Поэтому не надо разбрасывать эту скорлупу везде и всюду. И, пожалуйста, делайте из нее нормальное удобрение, тем более, что это абсолютно несложно делать на каждой кухне. Как делать удобрение из скорлупы, я рассказывал. Берете трехлитровую банку, заливаете туда литр 9% уксуса, или берете там 1,5-2 литра воды и забрасываете на каждый литр воды столовую ложку лимонной кислоты. Растворяете ее и просто в эту банку складываете, складываете, складываете скорлупки по мере того, как они у вас появляются в домашнем хозяйстве. Они там будут постепенно растворяться. Держите эту банку просто под крышкой. И впоследствии берете стакан получившейся жижи, растворяете в 10 литрах воды и по литровой баночке поделаете жидкую подкормку кальцием, томатов, огурцов, капусты, абсолютно всех растений, потому что кальций нужен абсолютно всем растениям. И даже такая подкормка кальциевая подходит и голубике, и верескам, и всем остальным тем, которые не любят щелочных растворов. Оно готовится на основе кислоты и вполне адекватно для подкормки, абсолютно всех растений. Какую еще можно делать подкормку на основе скорлупы, я обязательно вам расскажу в выпусках на канале Иванова Наука. Подписывайтесь, не забывайте нажимать на колокольчики, для того, чтобы получать вовремя уведомления и не пропускать важные выпуски. На этом я прощаюсь с вами. До самой скорой встречи!